Хлеба и зрелищ. Под таким лозунгом в Северном Арктическом Федеральном Университете прошел День Национальной Кухни, который Клуб Интернациональной Дружбы и Университетский Творческий Центр САФО объединили с традиционным концертом Архангельский Интернешнл 2014. Каждый год весной у меня организуется вот такой концерт. В этот концерт представители разных национальных танцуют, поют, представляют свою культуру, свою страну. А представить действительно есть что. На данный момент в САФО учатся 246 студентов из 37 стран мира. И каждый из них привез с собой в Архангельск частицу своей культуры. Перед началом мероприятия у входа в актовый зал гостей встречали традиционными угощениями таджикской, азербайджанской, армянской и грузинской кухонь. Угощения все бесплатные. То есть ребята, те блюда, которые сегодня приготовили в студенческом кафе, выставили это на бесплатное обозрение, в том числе на пробы, и можно по-хорошему покушать. Но вот из всего того, что я сегодня попробовала, покушала, я очень люблю бахлаву и плов. И поэтому вот как раз ребята принесли то, что я люблю. Чтобы оценить национальные блюда, любой желающий мог зайти в студенческую столовую. Накормить около 500 гостей – задача не из легких. Поэтому студенты пригласили настоящих шеф-поваров из национальных диаспор, а на себя взяли роль помощников. Они сами рубили курицу, резали овощи и потом готовил плов. Повара у нас смотрели, интересовались, как они готовят по-своему плов, и каждый как бы обсуждал, кто готовит плов. Потом местные у них какие-то изделия кондитерские выпеченные были. Одна похвала знаю, а вторую не знаю, как название. И это неудивительно. У каждого народа свои кулинарные секреты. Поэтому цель праздника – не только показать все разнообразие, но и научиться разбираться в тонкостях национальной кухни друг друга. Я, честно говоря, ожидал, что будет не такая вкусная еда. Но с удивлением, очень мне приятно было, что повара постарались, все на высшем уровне, вот как я люблю. Действительно, азербайджанская кухня мне очень нравится. Плов просто изумительный. Моя мама так не умеет готовить. Все-таки есть чему поучиться у наших южных народов. Угощение на самом деле очень вкусное. Вот мы узнали, у нас в общежитии висел лист, то, что вот такая вот сходка. Все классно, подарки дарили. Но вкусная еда стала лишь частью интернационального праздника. Все основные усилия студентов были брошены на подготовку концерта. Танец дружбы народов. То есть у нас в институте учатся различные национальности, девушки различных национальностей. Вот, пожалуйста. И мы решили сделать такой танец, чтобы совместить все виды танцев в различных национальностях. Всю культуру. Да, всю культуру показать в одном танце. Я думаю, это должно сблизить народ, потому что, несмотря на политические сейчас такие события, это не должно всплывать на это. Это как культура. Мы должны показать культуру, а не то, что сейчас у нас такое вот... Такая ситуация. Да, такая ситуация. Когда он взял и разделил всех людей. Всех людей, да. Разделил всех людей. Яркие наряды, волнение за сценой и в зале. Все участники готовились к своим выступлениям с особой тщательностью. Стараясь не упустить важные национальные детали в изготовлении костюма. Протниха все сделала нам по заказу. Все как надо. Крест – наш символ. Главный, наверное, символ Армении, который должен быть... Все же знают, что Армения – это первая страна, официальная первая страна, которая приняла христианство. На главной сцене Арктического университета выступили талантливые представители разных стран и народов. Они продемонстрировали вокальные и хореографические номера. Но самым важным итогом праздника стало то, что в нем приняли участие не только студенты САФУ, но и иностранные учащиеся из ГМУ. А это еще раз подтвердило, что жители Архангельска гостеприимный, толерантный и очень приветливый народ, способный объединить людей самых разных национальностей и культур. Субтитры создавал DimaTorzok